Планируя купить квартиру в новостройке, следует учитывать, что нередко жилой дом еще не сдан, а находится на каком-то этапе завершенности. И с этим связаны риски покупателей недвижимости. Никто не может гарантировать, что компания-застройщик внезапно не обанкротится до сдачи объекта. Поэтому к выбору жилой недвижимости в новостройках следует подходить основательно, проверяя всю доступную информацию о строительной компании. Знакомство с документами застройщика. Для этого не надо куда-либо ходить или звонить. Все нужные сведения о строительной компании можно найти на ее сайте. Не обращая внимания на красивые картинки и описания плюсов будущего жилищного комплекса, нужно найти следующее. Основные сведения о застройщике. Сканы основных документов. По какому типу договора осуществляется реализация квартир в новостройках. Сведения о ходе строительства. Контактные данные компании. Касательно общей информации, то имеется в виду, сколько лет эта компания на рынке недвижимости, в каких регионах ведет свою деятельность, какие объекты уже стала. Что касается документов, то интерес представляют. Свидетельство о регистрации организации. Ее устав. Свидетельство о постановке на налоговый учет. Выписка из ЕГРЮ. Если указанных документов на сайте нет, их можно запросить непосредственно у строительной компании. Тип договора зависит от регламентирующего закона. ФЗ-214 предполагает заключение договоров долевого участия, причем финансирование объектов происходит через искроу счета для безопасности дольщиков. Однако некоторые объекты еще достраивают по старым правилам. ФЗ-215 предполагает деятельность жилищно-строительных кооперативов, в которые люди объединяются для возведения многоквартирного дома. Для покупателя вариант с ФЗ-214 считается более предпочтительным, поскольку в этом случае его финансы оказываются лучше защищенными от рисков. На сайте застройщика должна быть отображена подробная информация о текущих его объектах, а также о ходе строительства на каждом из них. В крайнем случае эти сведения должны предоставить в офисе компании. О добросовестности застройщика говорит наличие расширенного перечня контактной информации, опубликованной на его сайте. Должны присутствовать юридический адрес строительной организации, адрес офиса в вашем регионе или городе, Ин, Огрн, телефонные номера, электронная почта. Также полезно убедиться в надежности застройщика, что он не находится в одном шаге от банкротства. Это можно выяснить, воспользовавшись электронной картотекой арбитражных дел. Интерес должны представлять те дела, по которым компания выступала в качестве ответчика. Не лишним будет поинтересоваться ее рейтингом в едином ресурсе застройщиков. Хорошим принято считать значения от 3,5 до 5, но нужно учитывать возраст строительной организации. Наличие высокого рейтинга у сравнительно молодой компании должно вызвать сомнения. Качество построенных новостроек. Если у компании уже имеются сданные ранее объекты, нужно выяснить, какого они качества. Как бы ни старался застройщик, все имеющиеся недочеты и косяки со временем проявят себя. Собственники квартир в таких домах часто публикуют гневные отзывы по каждому выявленному недостатку жилья. Если в адрес застройщика поступает много негативных комментариев, то это повод призадуматься о целесообразности приобретения недвижимости у него. Вряд ли качество нового жилья будет намного лучше предыдущего. При возникновении любых вопросов имеет смысл обращаться напрямую в офис застройщика. Например, со стороны проблематично оценить, как продвигаются отделочные работы внутри дома. Могут возникнуть опасения, что работы приостановились. В этом случае лучше пообщаться с представителями застройщика лично, договориться о посещении строящегося дома, чтобы своими глазами оценить обстановку. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала «Риэлтерские технологии». Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.